Я всех приветствую на своем канале Эйнфам и Тиньфам и с вами Елена. В этом видео мне бы хотелось взять с собой вас на одно событие, которое называется Люминалин и это праздник света. Многие инсталлации были такие метамофизические, которые видоизменялись, которые... Ну в общем-то много чего интересного. Я для вас кое-что засняла, кое-что из каких-то фотографий сделала и конечно же вам все это покажу. На самом деле свет является неотъемлемой частью восприятия нашего города, так как просто сотни туристов всегда ожидают сумерек, чтобы сфотографироваться на фоне скайлайна и вот этих вот прекрасных в общем-то небоскребов. Что мне нравится вообще во всех всевозможных сетевадях и праздниках, то что собирается огромное количество народу и всех соединяет одно. Это культура, это выставки, это музыка и как-то все заинтересованы, все общаются. От такой прекрасной музыки мы получили душевное удовольствие. И судя по акценту, ребята были высокоречные. И действительно в этот день везде играют музыканты еще больше, чем в будние дни. Радуют нас и поддерживают конечно же вот эту вот атмосферу. Везде ходишь, на каждом углу какие-то инсталляции. Я даже не осмелюсь перечислить, сколько их там вообще было. Кое-что вам покажу. Вот например здесь это было даже интерактивно. Вы могли в общем-то налить тапки, пройтись мимо. Вас все фотографировали. Идет вот некая такая игра между людьми, которая проходит, между цветом, музыкой. В общем довольно интересно. А это уже главная площадь. И видите вот там вот некая вот такая палатка, где стояли несколько прожекторов. И одна анимация, а то другой. В общем-то отражались на этой же палатке. Виды изменялись. Метаморфозы такие вот происходили. Сама идея-то простая, но выглядит это действительно очень интересно. Особенно в темноте, когда это все отражается, когда это все двигается. Также здорово, что они делали коллаборацию с ботаническим садом. Где конечно же было очень много всевозможных инсталлаций. И если честно, для меня они были даже самые удачные. Начну я с одной из самых моих любимых. Это вот такая вот инсталляция, которая меняет цвета. Имеет очень интересную форму. Такая вот некая сериалистическая. И в общем-то на нее смотришь и может конечно же напоминать очень много вещей. Я думаю у каждого будет свое. Это вроде бы как бы и летучие мыши, а вроде бы и пустыня, и буря, и не знаю, то есть все что угодно. Интересные формы. Интересно, как этот цвет отражается, как это все меняется. Поэтому меня лично это интереса очень даже за дело. Дальше мы войдем с вами в один павильон. И здесь тоже очень удачно так сделали. Как вы видите, там наверху висит лампа огромная. И она сделана из, в общем-то, маленьких лампочек. И светится, имеет очень такой интересный мягкий свет. Видно, наверху даже спираль. Много людей фотографируется, смотрит. Потому что это выглядит среди, особенно пальм, вегетации, там еще озерку маленькое. Выглядит очень необычно, потому что это таких вот два мира, которые обычно не соприкасаются. А тут они соприкасаются, они живут вместе. И получилось, на мой взгляд, очень интересно, забавно. Мы с вами перебрались уже в соседний павильон. Где такая вот скурильная довольно выставка, соединяющая пленку, движение, свет и моду. Потому что за этой пленкой, как вы видите, манекены, на которых, конечно же, дизайнерские вещи. И так как это, знаете, такая некая игра темноты со светом красок, через эти пленки проходили волны. Все это выглядело очень необычно, особенно еще дополняющая такая вот электро-музыка. Выглядел, знаете, такой вот некий, я бы сказала, мир Александра Маквинн. Если бы мы даже оказались, наверное, у него на дефиле. Но чтобы посмотреть следующее произведение искусства, мы с вами продвинемся в павильон Роуз. Где вокруг, помимо Роуз, также и греческие фигуры. Такое вот маленькое довольно здание, но очень искусное и очень красивое. Эта же композиция совершенно другой оперы, как говорят, потому что больше напоминает что-то сказочное, загадочное, необыкновенное, манящее. На вас спускаются какие-то тысяч капель. И только потом уже, когда вы начинаете понимать, что это, на самом деле это лампочки, которые наполовину были отрезаны, разбиты. И в них налили воду. И они с крыши спускаются, в общем-то, на лески. Выглядит просто потрясающе. Очень необычайно, красиво, как-то вот такое вот, даже не знаю, как вам объяснить приближе, чтобы вам показать так же саму форму, чтобы вы мне поверили, что это ничего другое, как лампочки. Банальные предметы, которые окружают нас, на самом деле, в нашей ежедневной жизни. И то, что даже из банальных вещей можно сделать что-нибудь необычайно красивое и сказочное. Хотела также вам сказать, что я неимоверно люблю такие события, потому что это искусство, эта культура, она соединяет всех людей. Неважно, есть у вас деньги или нет, какой у вас социальный статус, кем вы работаете. Всё это отходит на второй план. А самое главное, что мы являемся одной единой частью. К нам также глядит, в общем-то, ночь в музее, или даже праздник в музее. Также хочу вас взять на этот праздник, вам показать. Я надеюсь, что у меня это получится, и погода этому будет сопутствовать. Поэтому ждите следующее видео в разряде такого вот культуры. Потому что, надеюсь, видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто ещё не подписан, обязательно подписывайтесь. И я вам говорю, до следующей встречи в новых видео. Всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok